Привет! Рада сообщить тебе, что игромания снова на связи. Скоро Новый год! Игровая индустрия снова впадает в спячку, поэтому новостей практически нет. Ну вот разве что анонсировали Alan Wake 2 и Звездные войны затмения от Quantic Dream, показали стратегию по Дюне, игру про Соника с открытым миром в духе Зельды, Warhammer 40 000 Space Marine 2, новую игру от создателя Silent Hill, а еще геймплей отряда самоубийц, плюс Homeworld 3, Hellblade 2 и все в таком духе. В общем, полный сушняк, о чем следующие пять минут рассказывать совершенно непонятно. Ну ладно, как-нибудь выкрутимся. Но сначала заставка. Ну а начнем, конечно же, с крутых анонсов. Remedy представила сиквел Alan Awake. Но если ты не был фанатом первой части, не бойся, игра будет отличаться от оригинала и по геймплею, и по атмосфере. Проект станет первой игрой студии в жанре сурвайвл хорроров. Напомню, что так называют игры в духе Silent Hill. Кстати о Silent Hill. Ее создатель, Кейтира Таяма, анонсировал экшен с элементами ужастика под названием Slither Hat. Подробностей нет, но по трейлеру видно, что товарищ Таяма остается верным себе. И да, музыку для игры пишет композитор Silent Hill Акира Ямаока. Инсайдеры оказались правы. Quantic Dream действительно делает игру по Звездным Войнам. Называется она Star Wars Eclipse. И это не привычная для студии интерактивная драма, а полноценный экшен. Правда, фирменная нелинейность и необходимость принимать множество решений тоже никуда не денутся. Игра пока на очень ранней стадии разработки. Спустя 10 лет после выхода отличного экшена Space Marine по вселенной Warhammer 40000, мы наконец получили анонс сиквела. Главным героем снова станет Капитан Сид, а разработкой занимается Cyber Interactive. Возможно, что в проекте участвуют и разработчики из питерского офиса студии. Следующий анонс – стратегия Дюна – Spice Wars от студии Shira Games. Там будет и экономика, и политика, интриги и шпионаж, и, конечно же, войны великих домов. Разработкой занимается автор стратегии Northgard. В стиме у нее около 90% положительных отзывов и продажи более полутора миллионов копий. Кто копирует Зельду? Зельду копируют все. И Sega тоже. Состоялся анонс Sonic Frontiers, и, как видишь, это экшен с гигантским открытым миром. По сюжету, доктор Эггман потерял контроль над древней технологией, и теперь всему миру грозит страшная опасность. Релиз состоится в конце следующего года. Кстати, кроме игры показали трейлер второго фильма о Сонике, в котором главный герой встречается с Наклзом, Тейлзом, Ракетой и новыми усами Джима Керри. Продюсер Battlefield Патрик Содерлунг вовремя смылся с тонущего корабля. Теперь он глава новой студии, которая делает кооперативный фантастический шутер Ark Riders. На Землю из космоса прибыла армия машин, и земляне должны дать им суровый отпор. Релиз уже в следующем году. Ну и как это обычно бывает, помимо крутых анонсов, прямо скажем, были и такие, которые не вызвали особенных восторгов. Хотя, некоторые могут показаться вполне себе интересными. Например, студия Telltale представила игру по пространству, или экспансии. Да, фанаты рады тому, что студия вернулась к активной работе. Но они ждали чего-то в духе сиквела «Волка среди нас», и уж точно не игры, связанные с сериалом, который к тому же скоро закроют. К слову, часть сотрудников Telltale давно ушла и сформировала студию Dramatic Labs. И на шоу как раз представили их первую игру – Adventure Star Trek Resurgence. Играть будем сразу за двух персонажей – капитана Джаро Райдек и инженера Картера Диаса. Фанатам, наверное, понравится, но трейлер впечатления не произвел. Ну и, наконец, анонс экшена с открытым миром о чудо-женщине от студии Monolith. Когда-то они сделали культовый шутер Fear. Затем – просто неплохую ролевую игру Shadow of Murder. Ну а теперь вот решили заняться чудо-женщиной, как бы это ни звучало. Также на The Game Awards показали первые геймплейные кадры, выходящие в следующем году проектов. Геймплей сиквела «Чумового приключения» A Plague Tale оправдал самые смелые ожидания. Видно, что студия явно повысила уровень качества и делает полноценный блокбастер. С крутой графикой, драматичной историей и сложными персонажами. Такие же впечатления оставил и трейлер Hellblade 2. Тут местами вообще полный фотореализм. Целых пять минут банда Сенуа обижает какого-то здоровяка, но потом выясняется, что это ее давний знакомый. В общем, неловко получилось. Наверное, придется извиняться. Ярким моментом шоу стал показ экшена Evil West. Этакий Doom, только в стиле вестерна. Демоны, дробовик и кровавые добивания – все на месте. Разработкой, напомню, занимается польская студия Flying Wild Hawk. Она же параллельно делает Shadow Warrior 3. Также показали первый геймплей отряда самоубийц от студии Rocksteady. Четыре главных антигероя пытаются убить злобного флэша. Акула играет роль Халк с пулеметом, а Бумеранг, как оказалось, умеет телепортироваться. У фанатов были сильные надежды на презентацию стратегии Homeworld 3. Увы, непосредственно геймплея так и не показали. Только эффектные сцены космических сражений. Но, помимо анонсов и геймплея, на шоу были и другие важные новости. Например, Королевская битва PUBG станет бесплатной уже 12 января. А уже 16 декабря на ПК выйдет ремейк Final Fantasy VII. Его можно будет купить в магазине Epic Games за 5720 рублей. В комплекте будет дополнение с Юфи и другой бонусный контент. Сюжетная кампания китайского шутера Crossfire выйдет 10 февраля. Напомню, что делает ее студия Remedy. А сам Crossfire всего-навсего одна из самых успешных игр в мире. Что-то вроде китайского Counter-Strike. Action Forspoken, ранее известный как Project Afia, выйдет 24 мая. Очень загадочная игра, которая может стать одним из самых интересных релизов следующего года. А главным обломом шоу стал анонс файтинга Persona 4 Arena Ultimax для ПК, Switch и PS4. Ну, то есть игра, конечно, неплохая, но ПК-бояре сильно надеялись, что Атлус отдаст им, наконец, Persona 5. Ну а что же с церемонией вручения наград? Прямо скажем, выбор организаторов в этом году многих оставил в недоумении. Так или иначе, игрой года назвали кооперативную аркаду It Takes Two, а Psychonaut 2 и Cyberpunk 2077 прокатили вообще по всем номинациям. Фух, не часто у нас такие большие и мощные инфоповоды. Спасибо за это за Game Awards и, конечно же, пятницы. Грядет новая неделя, там будут свои новости, релизы, анонсы, но с этим будем уже разбираться со вторника. А пока хороших тебе выходных, хорошо отдыхай, если хорошо кушаешь, хорошо занимайся спортом, береги себя и свою психику. И увидимся уже совсем скоро. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!